всем добрый день в пакете я уже проращивала маш и чуть зеленую чечевицу теперь хочу попробовать прорастить отборную пшеницу для этого я купила вот такой пакетик пшеница отборная для полезных каш и проращивания это алтайский продукт образ жизни алтая очень такая стильная упаковочка здесь видно какая пшеница так что можно посмотреть с этой стороны что у нас даны рецепты кстати я потом попробую приготовить по ним что-нибудь с этой стороны дан дана информация о пшенице то есть даже на есть наглядные изображения самого самого зерна получается что вот это вот зерно она сохраняет и зерновой зародыш и оболочку что делает его более полезным вот зерновой зародыш это зеленым цветом это вот именно отсюда будут прорастать росточки так зерно пшеницы цельная не шлифованная она бережно очищена без грубой промышленной обработки и поэтому в нем сохранено самая ценная оболочка и зародыш ведь именно в них содержится комплекс целебных веществ заложенных зерно природой здесь дана информация о изготовителе сайт телефон дата изготовления 3 февраля 2020 года срок хранения один год мы не будем столько хранить посмотрим открою открывается очень удобно здесь вот такой пакетик сверху запаяние хорошая пшеничка одного размера очень красивая практически без мусора проращивать вот здесь вот есть информация способ проращивания залить водой вот это зерна промыть залить водой на 8-10 часов это там как-то его выкладывают такую плоскую мисочку заливает водой накрывает тряпочкой но я предлагаю более упрощенный вариант тетра пакете я уже таком тетра пакете проращивала маш и зеленую чечевицу как я сказала очень даже удобно в пророщенном виде зерно намного увеличивается в объеме поэтому для литрового пакета вам понадобится всего пол стакана зерна когда я впервые проращивала маш я насыпала пол стакана и мне показалось что очень мало но я все таки не рискнула увеличивать норму оставила пол стакана в итоге можете посмотреть у меня на канале есть как я проращивала маш и в итоге получается целая вот коробочка ростков вот я насыпала пшеницу теперь что мы делаем теперь эту пшеницу нужно высыпать пакет сразу после молока туда насыпать зерно не надо иначе но может закиснуть поэтому его нужно очень тщательно вымыть пакетик и высушить специальной воронки у меня нет поэтому я пользуюсь вот такой вороночкой широким горлышком отрезала часть бутылки и вот таким образом делаю насыпала я зерно кстати проращивая его впервые поэтому что получится в итоге я тоже не знаю поэтому будем смотреть вместе теперь надо коробку закрыть и срезать вот эти вот четыре уголка отверстия делать очень маленькими потому что зерно мелкое чтобы оно через эти отверстия не вывалилась вам нужны эти отверстия лишь для того чтобы через него них стекла вытекала вода надеюсь не выпадет зерно таки небольшое отверстие мы посмотрим теперь сюда нужно налить холодную воду промыть и вылить упаковку наклоните над раковиной или ванной таким образом чтобы через отверстие вся вода вылилась можно оставить ее в наклоненном виде не обязательно ее так вот держать как я держу и дождаться пока вода не перестанет выливаться когда вы сольете воду положите тетропакет вот таким образом чтобы он был слегка наклонен в сторону отверстий если там вода еще осталась лишняя вода выльется и в таком положении оставьте на сутки но в течение суток нужно будет два-три раза открывать крышечку наливать снова прохладную воду прополаскивать снова выливать и опять класть в таком виде тетропакет на поддон промывать нужно обязательно чтобы зерно не закисло как написано на упаковке прорастание происходит примерно за один два дня ну посмотрим за сколько прорастет моё зерно моя пшеница потому что здесь немножко другой принцип на упаковке написан а я проращивать буду в тетропакете вот сейчас утро 10 часов примерно в обед я зерно промою и снова положу вот в таком виде на поддон и потом промою ближе к вечеру и перед сном ночью зерно не трогают не нужно вставать каждые три часа ночью чтобы промывать зерно оставьте его в покое прошли сутки сейчас посмотрим я буду промывать зерно и посмотрим что получилось вот здесь вот немного есть зернышек вот видите появились росточки они еще маленькие и еще нужно еще проращивать потому что рекомендуется проращивать чтобы вот ростки были примерно 5 миллиметров но здесь они совсем еще малюсенькие поэтому я сейчас промою вот сюда налью воду промою опять через отверстие воду солью и оставлю еще на сутки посмотрим какие ростки будут завтра и так прошло двое суток так как пророщенное зерно через это отверстие не вытряхнуть нужно отрезать верхушку виде крышечки уже вижу ростки вот так вот так прорастает пшеница прошло двое суток ростки очень длинные вот посмотрите какие длинные и сколько много получилось пророщенных зерен теперь их нужно промыть промывать надо очень аккуратно чтобы не пора не поломать росточки это надо делать в большой миске наливая воду и аккуратно сливая перед употреблением ростки нужно обязательно промыть готовые проростки можно хранить в холодильнике до трех суток но я хранила например маш я я бы не рекомендовала трое суток держать в холодильнике ростки они вот эти вот росточки высыхают и как бы темнеют оптимально это вот в этот день когда вы открыли и на следующий день поэтому проращивайте такое количество зерна чтобы употребить пророщенные ростки в течение двух дней вот такие ростки я выложила ростки в глубокую миску налила холодную воду и вот так вот аккуратно нужно их промыть затем надо переложить сито в сито чтобы стекла вода после того как вы их переложите в сито вот я переложила вот посмотрите в миске с водой остались вот несколько штук проросших остались не проросшие зерна вот они они видите их можно выкинуть храню я проросшие ростки вот в такой коробочке пластиковой с крышкой когда вода стечет надо аккуратно переложить пророщенную пшеницу в пластиковый контейнер и убрать в холодильник вкус пророщенной пшеницы слегка сладковатый если кто проращивал маш или чечевицу пшеница зерна пророщенной пшеницы намного вкуснее поэтому на упаковке вот на этой упаковке здесь как раз есть рецепты и именно вот эти два рецепта они как типа десертов очень сладкие возможно из-за того что пророщенная пшеница тоже сладковатый вкус имеет надеюсь такой способ проращивания пшеницы вам покажется очень даже простым я в в в в в в Продолжение следует...